Друзья, всем привет! С вами канал Просто Кухня. И сегодня мы с вами приготовим курицу тушеную в банке. Для этого нам понадобится банка, ну вот у меня трехлитровая, ну может быть любая, хоть двухлитровая, хоть даже литровая, если вы один или двое, вам хватит и литровой банки. Значит, сама курица нам понадобится. Курица, любые ее части. Вот я все, что нашла в холодильнике, все достала. Значит, вот у меня здесь куриная грудка, я ее порезала на такие небольшие кусочки. Бедро куриное. Единственное, я сняла кожу с бедра, обрезала вот этот лишний жир, который там вот присутствует. У меня муж на диете, поэтому от всего зачистили. Голень куриная тоже сняли кожу. Вот эту вот голяшку отрубили толстую, чтобы она места не занимала. Ну, в общем, курица, любые ее части. Значит, потом приправа для курицы. Ну, та, которая вам нравится. На то количество, как у меня, вот курицы, здесь я положила 2 чайные ложки приправы. Если у вас поменьше, то, ну, смотрите, там сами ориентируйтесь. И столовую ложку соевого соуса. Но это по желанию, он у меня здесь просто вместо соли, так скажем. В нем курица хорошо маринуется, поэтому, ну, мне нравится. Но главное, не переборщите. Не надо его много, чтобы курица в нем не плавала. Чисто так вот немножечко смочить, вот чтобы эти приправы хорошо прилипли. Вот, и курица у нас нормально промариновалась. В общем, первым делом мы замаринуем курицу. Пусть она у нас стоит. И пока она у нас маринуется, вы успеете почистить и порезать овощи. Значит, овощи, что я взяла? Я взяла одну большую луковицу, две средние моркови, три помидора небольших, ну, и шесть у меня небольших картошин. В принципе, можно было и больше взять, банка у меня позволяет. Но сейчас мы что сделаем? Порежем все кружками, а лук порежем полукольцами. То есть, пока курица маринуется, вы все это успеваете сделать, почистить и нарезать. Вот мы нарезали наши овощи, лук полукольцами, все остальное кольцами. Видите, достаточно так крупно, не сильно мелко. Все это у нас проготовится хорошо, не переживайте. Значит, берем мы банку, как я говорила, у меня трехлитровая, сухую чистую банку. И начинаем туда складывать наши продукты. Заметьте, ни жидкости, ни масла, ничего мы туда не льем. Я выложила половину своей курицы. Если у вас курица немножко и банка, допустим, будет у вас литровая, то, в принципе, там со слоями-то не разбежишься. Поэтому можно будет всю курицу выложить, сверху выложить овощи и все. Но я вот разделю курицу на два слоя. Первым слоем, значит, мы выложили курицу. Поверх курицы мы начинаем выкладывать овощи. Значит, я положила лук. Ну, здесь очередность слоев роли никакой не играет. Как вам захочется, так и складывайте. Значит, я на лук потом положила картошку, потом морковь и помидоры. Значит, тоже их разделила на две части, чтобы потом этими овощами и второй частью прикрыть нашу вторую часть курицы, которую мы выложим. Знаете, блюдо очень здорово бывает делать вот в банке, потому что банка она бывает выручает. Однажды вот у меня был такой случай, я задумалась делать курицу с овощами в рукаве. Я была уверена, что он у меня есть. Я уже все продукты подготовила. Раз, а рукава-то мне этого для запекания не хватило. То есть он у меня был, но у меня его оказалось мало. А банка в хозяйстве, она в принципе всегда найдется, какая-нибудь банка да есть. Но если семья большая, то трехлитровую используете. Но если вы один или вас двое, вполне можно и литровой банкой обойтись. И опять же, замечу, что ни масла, никакой жидкости. То есть у нас блюдо будет готовиться в собственном соку. И сока, поверьте, будет предостаточно с курицы, с овощей. Там полбанки набежит этого сока. То есть никакого лишнего жира, ничего. Вот последним слоем я выложила помидоры. И немножечко присолила это все. Потому как у нас овощи абсолютно не соленые. И потом выложила вторую часть курицы. И поверх нее оставшиеся овощи выложим. То есть вот так вот. И овощи. Вот видите, у меня банки даже много оказалось. Но двухлитровой не было. А в литровую у меня это все не поместилось. Так. И потом берем фольгу в два слоя. И вот так вот делаем такую крышечку. Просто вот так накрыли, прижали и все. И что делаем дальше? Вот здесь нюанс. Обычно мы отправляем все в разогретую духовку. Здесь же мы будем ставить в абсолютно холодную духовку. Делается это для того, чтобы банка не треснула. Если вы поставите в разогретую духовку, то все. С банкой распрощаетесь. И ставим градусов где-то на 160. Потом доведем до 180. И вот смотрите, через полчаса вот такая вот красота. Вот процесс вам показать. Все бурлит. Все готовится. Ну и на все, на про все ушло где-то в районе часа. И вот наша курица готова в собственном соку. Просто шикарное получается блюдо. Банка, кстати, легко отмывается. Не переживайте. И вот у нас получились. Овощи получились прям рассыпчатые. Прекрасно проготовилась, протушилась. То есть курица, она прям вся от костей отходит. В общем, вкусно, замечательно и не жирно. Я желаю вам приятного аппетита. Пишите нам что-нибудь в комментариях. Я желаю вам удачи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok